В Иркутской области паводкам подвержены 11 районов. Там с 17 апреля будут работать оперативные группы, сообщила пресс-служба правительства региона. Ожидаемое отклонение среднемесячной температуры воздуха от нормы в апреле и мае. В апреле среднемесячная температура ожидается около среднемноголетних значений, тут ничего особенного. В мае часть территории, Катонский район именно у нас отметится на 1-2 градуса выше нормы температуры. Ну а юг области, там местами по югу на 1-1,5 градуса ниже среднемноголетних значений. Говорят, что позднее лето будет? Да нет, это не показатель еще. Хорошо. Теперь по осадкам. В апреле, в принципе, тоже осадки ожидаются около среднего многолетнего количества. Небольшие умеренные осадки в виде мокрого снега и снега ждем в большинстве дней и в третьей декаде уже возможен дождь. В целом, по мае небольшие умеренные дожди, в последней декаде уже с грузами. Ждем в большинстве дней месяца, ну и в первой пятидневке еще местами мокрый снег. Самые главные сезонные риски сегодня рассматриваем в весеннем половоде и безпожарный так называемый сезон. Сегодня коллеги доложили, что в принципе все готово к прохождению половодия. Мы все заслушали и по линии гидромедцентра о том, что планируется скрытие, сколько запасов воды в снеге, какие населенные пункты, там 95 населенных пунктов, все досмотрели, все коллеги услышали, муниципальное образование подтвердили уже готовность. Поэтому в рамках весеннего половодия выходим уже на такой штабной режим работы со следующей недели. По пожароопасному сезону сегодня добавился, ну с этого года у нас все-таки ландшафтные пожары. Мы сегодня обратили основное внимание на центр вот этих принятий решения, когда возникает ландшафтный пожар, когда относятся, в общем-то, не к землям населенных пунктов, не к землям лесного хозяйства, не сельхозугодий. Поэтому мы взяли еще неделю все-таки доработать вот эту координацию работ в рамках мониторинга, в рамках реагирования и в рамках работы оперативно-следственной группы.